Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Воинской Сваивы, в городе-курорте Анапа. Я хочу вас сегодня пригласить, здравствуйте, вас также с праздничком, спасибо большое, пригласить на нашу театральную площадь и посмотреть на Парад Победы. Осталось немножко времени, поэтому мы будем спешить. Огромное количество людей сегодня вышло, чтобы посетить это мероприятие. Там спереди их прям огромные толпы. Это приятно, что такая погода нас порадовала и столько людей собрались вместе. Здесь люди стекаются со всех сторон. У нас беспрецедентные меры безопасности. На входе проверяют все, кто с сумками. Меня тоже проверили, чтобы все было на высшем уровне. И люди могли чувствовать себя в безопасности. Я никогда не помню, чтобы такие были проверки. Но от этого мне стало еще, кажется, легче на душе, что меньше шансов, что что-нибудь случится. Но мы верим только в светлое будущее. То, за что наши деды, прадеды погибали, отдавали свою жизнь за мирное небо над головой. Я думаю, что все будет хорошо. Работает арт-меню. И давайте перенесемся туда уже поближе. Фонарики у нас на подходе к театрной площади, дорогие друзья. Парад. Мы уже слышим. Люди с плакатами бессмертного полка. Доржественным маршем в парадном стою проходит отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Командует бригадой полковник Яблоков Сергей Александрович. Парадный расчет возглавляет капитан Санатюков Павел Владимирович. На торжественном марше операторы научных рот военно-инновационного технополиса «Р». Начальник – генерал-майор Карпатенко Дмитрий Белонович. Парадный расчет возглавляет командир 5-й научной роты капитан Злобы Александр Андреевич. 1 марта 2018 года начал свой славный путь в первую историю вооруженных сил военный научный центр, не имеющий аналогов в мире. Доржественным маршем в парадном строю проходят сотрудники отдела Министерства внутренних дел России по городу Анаты. Начальник отдела – полковник полиции Владонов Андрей Александрович. Парадный расчет возглавляет заместитель начальника полиции, подполковник полиции Молчанов Сергей Викторович. Доржественным маршем проходят казаки Анатского районного казачьего общества. В его состав входит 22 первичных казачьих общества и более 2,5 тысяч реестровых казаков. Восглавляет районы казачьего общества Адаман Анатского районного казачьего общества, казачий полковник Плотников Валерий Александрович. Доржественным маршем Анатское муниципальное отделение «Союз казачьей молодежи Кубани». Анатское отделение засчитывает более 3 тысяч казачат. Восглавляет отделение и парадный расчет Поляков Игорь Харстантинович. На площади кадеты школы имени Героя Советского Союза Николая Васильевича Старшинова. Школу возглавляет капитан первого раска, ветеран боевых действий Воробьев Владислав Владимирович. Четырежды в Анатском районе высаживали десанты под руководством капитана Старшинова. И практически без потерь решали боевые задачи. За выполнение боевых заданий Николаю Васильевичу Старшинову было присвоено звание Герою Советского Союза. После самого парада у нас получается около полутора часов. Есть возможность сходить на море, посмотреть, а потом пойдем уже на Бессмертный полк. Глянем, что там, посмотрите, везде люди, 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 люди. Вот такая востребована у нас набережная в праздничные, особенно дни, ну и в летний сезон. Первый взгляд на кораблик сблизи. Слушайте, паруса такое ощущение, что оставили старые, которые были, но полностью все поменяли. И нежно очень хорошо смотрится. Критиковали, что вот желтенький цвет, ну под доску сделано. И по бокам вот украшен, коричневый. И самое интересное для меня, особенно сверху смотрится, это вот это море рядом с корабликом. И смотрите, сколько детей радостных атакует этот корабль. Смотрится просто вау. Напишите обязательно, как вам корабль. Я слышу знакомый голос, который раньше звучал на параллее, золотой шампур в параллее. Мы идем на него. Где он звучит? Руслан, ты ли это? У нас на набережной мы здесь кушали. Еще швычок, выглядит симпатично. И это нижняя набережная. Именно в этом месте в Анапе соединяются каменные пляжи с песчаными. Туда дальше чистый песочек пошел. А здесь начались у нас каменные пляжи. Водичка чистая, выглядит очень красиво. Арматы здесь сейчас великолепные. И давайте вам покажу еще лебедей, которые здесь собрались, чтобы люди подкормили их вкусняшками разнообразными. Ой, какая красота. Большущая стая лебедей в Анапе. Фантастика. Ну и пляжи уже на вес установлены, лежаков еще нет. Все готово к тому, чтобы вы только приехали. Дайте погоду, и я думаю, что людей станет здесь побольше. Швык по 75 рублей за соточку просят. Здесь автодром. Посмотрите, какая площадь просто, ребята. Здесь будут плиточки, еще тракциончики. Сейчас мы пойдем в парк с вами. Сначала немножко зайдем еще в набережную. Работают дельфинчики. Слушайте, какая красота вокруг. Просто смотришь, аж душа радуется. И люди гуляющие чуть-чуть теплее, но чуть-чуть. Выходим на центральный пляж, дорогие мои. Смотрите, сколько здесь тоже людей. Ну, как обычно, у нас стоят очень близко к морю эти навесы. Ладно, мы сегодня не об этом. Смотрим на водичку. У нас какие-то водоросли есть. Но это не то, не камка. Не переживайте. Чтобы вы понимали, у нас сегодня на пляже полиция стоит. И пляж перекрыт, хотя людей пропускают. Но я так понимаю, что те, кто идут с сумками, их просто досматривают, чтобы ничего не принесли в зону празднования Победы сегодня. Парк аттракционов. Работает у нас уже запущенные аттракциончики. Вот тут у нас островок для деток со скамеечками, с мусорками. И все аттракционы функционируют. Можно покататься. Давайте посмотрим на цены. Но это старт сезона. Возможно, потом они изменятся. Можете увидеть, что почем стоит. И это прям классно. Слушайте. Посмотрите, сколько людей, гуляющих, отдыхающих, наслаждающихся. И это великолепно. Немножко грустно, что вместо прошлых лорьков пришли на смену им другие лорьки. Возможно, только на открытие сезона. А возможно, и навсегда. Потому что они появились от администрации. Прям везде во всех углах. И до самого моря. Вот такие вот строения. Будем, конечно, посмотреть и узнавать. Но посмотрим, что нам потом администрация расскажет. Смотрите. Здесь вообще такой простор. Чего люди просят? Больше скамеек. Особенно на центральной аллее. Скамейки вообще ни одной. Здесь по бокам мало аттракционов. Скамеечки присутствуют. Это колесо обозрения. Причем колесо именно анапского производства. Ну, как и водитель поехал. И это вдвойне прекраснее. Потому что у нас в Юровке производят такие вот сооружения. То есть, кстати, это не откуда-то привезли. А это наше место. Можем увидеть первую очередь на аттракцион. Колесо обозрения люди стоят. Давайте посмотрим, сколько сегодня стоит. 250 рублей цена за билет. Стало круто. Это ничего не сказать. Здесь такой простор. Такая красота. Такая тротуарная плитка. Еще раз говорю. Больше зелени. Больше скамеек. И это будет один из самых крутейших парков. Сколько вот такая вот стоит? Star Flyer называется. Зона для катания. Стоимость 250 рублей. Слава богу, огородили океанариум. Ребята, это просто фантастика. Он больше не звучит. Под колесом у нас еще машинки для проката. Здесь остров игр. И еще одна касса. Этот аттракциончик тоже стоит 250 рублей. То есть, покататься. Joker называется. Ну, слушайте, 200-250 рублей все аттракционы. К крайней мере, сегодня. Стоимость. Ну, я очень доволен. Очень большие пространства. Действительно, чувствуется парк. Но в парке, честно, еще раз говорю, должно быть больше зелени, больше скамеечек. Кстати, вот сюда американские горки переехали. То есть, я думаю, их совсем убирают. Нет, их переставили просто в другое место. А, кстати, говорят, что батутного городка в этом году не будет. Потом, ближе к сезону, уже посмотрим. И здесь у нас касса еще на три аттракциона. Давайте увидим, в чем здесь ценники. Экстрим 250, Киндру 200 и Халли Галли 250 рублей. Вот это для меня самое лучшее штуки. Одна, им просто не работает. Фантастика. И здесь, смотрите, установили много скамеечков. Вот они. Ну, посидеть, в общем, ездить. Даже свободные места присутствуют. Один из самых популярных теперь в Анапе аттракционов. 350 рублей стоимость его. И можете видеть, какое количество людей стоит. Потому что летом стоило 500 кафешечки. Работают. В принципе, все работает. Все запустилось. Все. Рад вас приветствовать. Мы вернулись на улицу Горького в Анапе. Обратите внимание, людей становится, по-моему, только больше. Весь парк заполнен людьми. Самое главное, что у нас заработали фонтаны. Море людей просто. Куда ни повернешься везде. Люди, 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 люди. Как же это приятно. Обратите внимание, насколько посещаемое место. Как только у людей получается выйти в город, все непременно стягиваются к нашим великолепным фонтанам. Потому что смотрятся они очень круто. И выглядит это все. Сказать, что у вас едите, на это ничего не сказать. Я их просто обожаю всей душой. Хочу, чтобы в этом году они были действительно поющими и действительно танцующими со светом. Надеюсь, что это будет так. Сколько же людей сегодня пошло на прогулочку, мои дорогие. Сколько влюбленных парочек. У нас еще будет светлое будущее. Я на них смотрю и вижу в них надежду нашего поколения. То, что все будет хорошо. Доходим до центральной уже чаши. Здесь людей еще больше. Но площадь больше и, кажется, конечно, по разрезам. Пойдем сейчас. Ой, как я хочу передать вам атмосферу сегодняшнего НАПА. Мои дорогие друзья, как же это все великолепно. Сейчас пойдем уже на колонну формирования Бессмертного полка. Через 50 минут они выйдут. Мы пойдем пока пообщаемся с теми людьми, которые там пришли. Это вот день единения всех наших граждан. Это просто великолепно.